Я помню, что проснулся от звука громкой и очень зловещей сирены, которую услышал еще во сне. Я не мог двигаться, но это меня пугало меньше, чем сильная вибрация, которая проходила по моему телу, по потолку, по полу, по стенам. Сотрясался весь дом. Была глубокая ночь, я смотрел на темный потолок и понимал, что на улице по дороге едет некий огромный механизм. Махина. Нечто зловещее, что и является причиной этой вибрации, звучащей тошнотворной сирены. Дверь открылась. Нечто вошло в мою комнату и стало около кровати у моих ног. Их было двое. Голоса были мужские, они были невысокого роста и видел я лишь их силуэты. Они повторяли одни и те же слова, лишь бы он не проснулся. Жуткие гости очень боялись, что я встану, взгляну в окно и увижу ту зловещую огромную машину, которая едет по улице, издавая звук сирены. Когда сирена и вибрация затихли, мое тело ожило. Я вскочил с кровати и, подбежав к окну, посмотрел сквозь жалюзи на улицу. Но там уже ничего не было. Механизм уехал. Я не успел на него посмотреть. Недугом, которым я страдаю с детства, помимо меня болеет еще 560 миллионов человек и зовется он сонным параличем. Шоу, которое я наблюдаю в этом состоянии, давно перестало меня пугать. Оно скорее порождает желание понять, что это такое. Галлюцинации, как утверждает наука, или все-таки прикосновения к мистическому миру, который мы можем наблюдать только в определенном состоянии. Изучая нейрофизиологию, биохимию мозга, функции нейромедиаторов, поставив несколько экспериментов над собой, я пришел к интригующим выводам. Сегодня я расскажу вам о них. И мы поймем и разгадаем тайну сонного паралича. Бесконечно рад видеть вас снова на канале Нулевой Пациент. Здесь рассказывают лишь правду, самую интересную и интригующую. Поддержите, пожалуйста, канал подпиской, а это видео лайком. Ну что ж, вперед. Сонный паралич – недуг совершенно не новый. Вдохновленный рассказами о нем, художник Генри Фюзели, живший в 18 веке, создал серию картин, которую назвал «Ночной кошмар». Другие художники прошлого не отставали и тоже рисовали сюжеты, посвященные этому загадочному явлению. Вы заметили, что происходящее на картинах практически всегда одинаковое. Всегда демон, терзающий человека, ночью сидит у него на груди. Это связано с тем, что многие люди, пребывая в состоянии сонного паралича, испытывают ощущение сдавленности в груди и затрудненного дыхания. В прошлом, пережив подобное, люди благодаря церкви и различным эзотерикам приходили к выводу, что нечто демоническое из потустороннего мира приходило к ним и терзало их. С развитием науки и медицины, с приходом понимания, как работает человеческий мозг, мнение об этом, важно сказать, не о смертельном заболевании, изменилось. Диагноз был поставлен неокончательный, но с максимально уверенным видом – галлюцинацией. Но так ли это? Перейдем к сути. Сонный паралич – это состояние, когда ваше сознание пробудилось, а тела нет. Ты можешь, конечно же, контролировать свои веки, двигать глазными яблоками, дышать, все слышать, чувствуешь запахи, но твое тело не двигается. Есть люди, которые от этого очень сильно страдают. Помимо всего, в этом состоянии им являются жуткие пугающие видения. Являющиеся образы будто радуются, что человек им попался именно в тот момент, и за несколько мгновений, пока тот не проснулся, пока есть возможность, они стараются беднягу напугать как можно сильнее. Все, кто переживал это на себе, упрямо утверждают, что никакие это не галлюцинации, а абсолютная реальность, которую человек случайно увидел или испытал, будучи в сонном параличе. На личном опыте скажу, что это не воспринимается как сон или как пьяное наваждение. Ты, мать его, находишься в фильме ужасов, который происходит с тобой наяву. И самое обидное, убежать ты не можешь, и сейчас эта тварь убьет или замучает тебя. Когда ты выходишь из этого кошмара, первые несколько мгновений ты физически чувствуешь, как растворяется все то, что с тобой происходило. То есть ты уже проснулся, а остатки боли или прикосновения еще на теле остаются. Поэтому о каких галлюцинациях может идти речь? Наука по этому поводу говорит следующее. При засыпании мозг человека выключает функцию бдительности. Именно поэтому мы не запоминаем, как наше тело становится парализованным и как мы входим в сон. Почему мозгу важно погрузить вас в паралич? Потому что если этого не сделать, ваше тело будет прыгать, бегать и делать все то, что вы делаете во сне в реальном мире. Тех, у кого такой механизм отсутствует, а такие есть, называются лунатиками, ходящими во сне. Вот, например, милый песель, у которого тоже проблемы с этим механизмом. Бодрствование разума в тот момент, когда организм обездвижен, объясняется тем, что функция отключения бдительности не сработала, и вы поймали процесс входа в сон. За то, чтобы вы утратили бдительность и сладко заснули, отвечает мелатонин. Нейромедиатор, вырабатывающийся в пениальной железе, которую еще называют шишковидной. В кабале и у средневековых оккультистов шишковидная железа называлась порталом-окном в потусторонний мистический мир. Неужели они что-то знали? Давайте взглянем на то, как выглядит молекула вещества, которая выделяет железа, называемая оккультистами-окном в параллельный мир. А теперь давайте посмотрим, как выглядит молекула сильно действующего галлюциногенного вещества псилоцибин. Видите? Они практически не отличаются друг от друга. А вот вам самый сильный галлюциноген на планете – диметилтрептамин. И здесь то же самое. Интересно, что диметилтрептамин вырабатывается энтогенным, то есть естественным путем в нас в мозге, в мозге легких, печени. Гормон сна мелатонин и небольшое количество самого загадочного вещества в человеческом теле – диметилтрептамина вырабатывается ночью, именно для того, чтобы вам снились сны. То есть фактически ваши сны и есть галлюцинации. Да, я подвел вас неторопливо к самому главному. Именно с выработкой этих веществ в человеческой голове связывают галлюцинации, как в состоянии сонного паралича, так и при психических проблемах. И согласитесь, данный путь, данная теория выглядит максимально естественно и логично, ввиду схожести молекул и их оказываемого воздействия на человеческий разум. Пока что между наукой и метафизикой – 1-0 в пользу науке. Я понимаю этот факт, но не принимаю. Почему? Потому что я был там, и в отличие от тех, кто об этом рассуждает, я был там много раз. И мне иногда следует признаться, там очень нравилось. Ведь не всегда видения, которые люди видят в сонном параличе, плохие и жуткие. Вот одно любопытное свидетельство женщины. Моя мама как-то рассказала мне, что когда она была маленькой, ей то ли во сне, то ли наяву явились двое мужчин в бело-золотых костюмах, которые сидели на кровати у ее ног и играли на музыкальных инструментах. Маме настолько было легко и весело, что ей не хотелось, чтобы они уходили. Но когда она пошевелила головой, то услышала, как один мужчина сказал другому, «Она просыпается, нам пора». И они исчезли. Мне доводилось видеть невероятные послания, практически настоящие откровения, шарады, загадки, которые было очень интересно разгадывать. За много лет до того, как я стал успешным издающимся писателем, в состоянии сонного паралича я видел висящие в воздухе полупрозрачные буквы. Я очень четко помню, как меня раздражало, что они неправильно стоят, в неправильном порядке. Силой мысли я их перемещал, подбирая какой-то код, и при этом получал практически физическое удовольствие от процесса. Тот факт, что мое тело онемело, меня не заботило. Теперь перейдем к самому вкусному. Если то, что видят 560 миллионов человек галлюцинации, то почему они у всех одинаковые? Все верно, вы не ослышались, одинаковые. Люди, пребывая на границе реальности и сна, очень часто видят людей так называемых теней. Есть очень интересный документальный фильм, который называется «Ночной кошмар», где об этом все рассказывается. Рекомендую посмотреть. Человек, похожий на тень, иногда являлся и мне. Некоторым он является в сопровождении мужчин в шляпе. Он вызывает особый страх и вроде как главнее людей теней. Вы понимаете, что все эти странности явление глобальное и переживаются людьми, незнакомыми между собой. Теми, кто порой даже и не знает и не слышал о сонном параличе. Не интриговать, не завораживать подобное, особенно если сам проходишь через это, не может. К чему испытывать подобные страхи людям с точки зрения биологии и эволюции, непонятно. Однако я приведу странный факт, о котором я читал в десятках источников и слышал лично от нескольких людей. От этих жутких видений и паралича помогает молитва. Отче наш. Люди пробуждаются и все проходит. Причина? Не знаю. Точнее знаю, но не скажу. Ведь выводы вы должны сделать сами. Расскажу вам лишь об одной странности, которую я обнаружил в стае эксперименты над собой. И это самая большая, поверьте, самая большая тайна сонного паралича, которая пугает, но и интригует. Существует всего 7 видов галлюцинаций. Истинные галлюцинации, псевдогаллюцинации, функциональные галлюцинации, галлюцинации банэ, элементарные галлюцинации и так далее. Неважно. Какими бы они ни были, все они без исключения происходят в голове человека. Будь то изменение правильной биохимии мозга или электростимуляция. Все это внутри серого вещества. Люди, употреблявшие психоделики, переживая сильнейшие галлюцинации, говорят, что образы перед тобой, когда ты закрываешь глаза или открываешь, когда ты поворачиваешь голову, они всегда перед тобой. И это естественно, потому что все происходит внутри мозга. Однако, когда ты в сонном параличе и двигаешь головой и глазными яблоками, эти образы, существа, кошмары отлично ориентируются в пространстве, открывают двери, выходят из коридора, стоят за спиной. То есть они не привязаны к твоему сознанию и вниманию. Они будто рядом с тобой не из-за тебя, а из-за себя. Милая галлюцинация, которая отлично чувствует себя в трехмерном мире, ориентируется в помещении и живет своей жизнью. Как я уже и говорил, выводы делайте сами. В заключении дам совет. Если попали в сонный паралич, из него есть три пути. Первый. Расслабьтесь, загадайте, что хотите увидеть во сне, думайте об этом и провалившись в сон, вполне возможно, вы получите то, что желаете. Это и есть техника осознанного сновидения, о которой так много рассказывают. Второе. Если вам не нравится это состояние, а я даже не представляю, как может нравиться такое состояние, парализованности, полного паралича, соберите волю в кулак и дерните резко головой. Это должно сработать. Это помогает, и это возможно, несмотря на полный паралич, по ощущениям, полный паралич тела. Третье. Это мой новаторский способ, я придумал его совсем недавно. Вытолкните язык сквозь закрытые зубы, как можно дальше. Гортанные мышцы языка очень большие, и, видимо, это помогает вызвать мышечную активность тела. Мне пару раз помогало. Данные советы вам могут понадобиться, потому что очень часто, именно после разговоров о сонном параличе, они впервые случаются у людей. Я говорю это на полном серьезе. Кстати, если вам довелось самому пережить необычные введения в состоянии сонного паралича, напишите об этом обязательно в комментариях. Это очень интересно. Или поделитесь секретом, как этого избежать, если у вас такой секрет есть. Вы были на канале Нулевой пациент. Меня зовут Крыжновский Петр. Подпишитесь на канал, поделитесь этим видео, поставьте лайк и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики. Дальше будет еще интересней. Спасибо, что досмотрели до конца. Сладких снов. Сладких снов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok